Добрый день, Фасат. Привет, привет. Мы вот вторую запись сегодня с тобой делаем. У тебя, наверное, какие-то вопросы накопились уже, да? Да, я сначала хотел, думаю, не только вопросы задавать, но и делиться какими-то, скажем, методами и приемами для людей, которые реально работают, которые я на себе испытал и даже много лет уже испытал. Я думаю, это полезно будет людям. Вот начну с того, что, опять же, многие люди встают рано утром, недосып – это хроническая болезнь XX-XXI века современного общества. Поэтому многие недосыпают. От этого, соответственно, встают, сонные, настроения никакого нет, а нужно идти на работу, как я говорил, может быть, погода плохая. Ну, как бы, как с этим бороться? То есть, понимаете, если у человека плохое настроение, он в транспорте кому-то нагрубит, дальше на работе кому-то там рыкнет или доброго слова не скажет, и день уже не задался, получается, что... И он, и этот человек, как бы, день провел, скажем так, нерационально, да, непродуктивно. И вокруг него люди тоже, получается, как бы, он заражает этим негативом, и это распространяет цепна реакции, и полгорода такие ходят хмурые, ничего не хотят, да, обрызают, ругаются и так далее. То есть, как это изменить? То есть, я считаю, нужно самому себе не ждать, когда кто-то настроение, где повысит с утра. Вот один из способов, как я говорю, ваши ролики смотреть с утра, да? А есть еще такой способ интересный. То есть, вы сами себе должны сами себя запрограммировать. Ну, как это название много, есть самогипноз, аутотренинг и так далее, там, кодовое слово. И вот, каждый человек может себе придумать это кодовое слово. Я рекомендую, вот простая фраза, вы просто встаете, у вас нет настроения, можете просто, я в окно выглядываю, или просто сами себе скажите, даже верите, не верите, это работает. Просто скажите себе, вслух прям громко скажите, сегодня будет прекрасный день. И эта фраза реально у вас изменит, вам уже станет легче, вы даже, может быть, улыбнете себе. Можно еще одну фразу сказать, я верю, что сегодня случится что-то чудесное. Чудесное. Просто скажите, я верю, что сегодня случится что-то чудесное. И вот потом, верите, не верите, вот перед сном уже вечером будете ложиться, когда в кровать, и просто подумайте, а сколько вот таких маленьких чудес произошло. О, вроде бы пасмурно было, а в обед солнышко вышло, это уже маленькое чудо. Старого друга, он тебе позвонил или встретил нам, это тоже маленькое чудо. Премию дали на работе, вроде не ждал, да, но что-то, вот эти маленькие чудеса, главное уметь их замечать. Вышел, весна началась, птички щебечут, а мы этого не замечаем же. Мы едем, когда хмурый, да, нам ничего не интересно. Вот эти маленькие чудеса замечать, человек становится просто-напросто счастливее гораздо. И он заражает уже этим счастьем и хорошим настроением окружающий мир. То есть получается, мы сами себе делаем день. А представляете, если каждый день это делать, каждый день будет такой радостный и счастливый, вы сами себе настроите, у вас вся жизнь будет радостная и счастливая. Понятно. Вот я тебе скажу, у меня бы так не вышло, если бы у меня не было любимого дела, как и у тебя. Я думаю, что надо об этом тоже сказать. Вот я, например, нахожусь в постоянной непрерывной готовности, что мне кто-то позвонит, что кто-то мне сорвет день или сорвет мне ночь. А когда я целый день работал, мне звонят больные, мне звонят друзья, мне звонят там по каким-то серьезным делам. Я там пишу книжку, одновременно я должен быстро сообразить, как ответить. Причем если какой-то сложный больной, который уже все прошел круги ада, у него страхи, паники или что-то болит, он уже прошел и психологов, и врачей, и других. Вот он мне звонит, самый неожиданный момент, я должен быстро соображать. Я в постоянной готовности, потому что они от меня ждут, что я им дам что-то полезное. И вот, например, ночью я только лег спать, а у меня же после операции шея, у меня все болит, и я в таком состоянии, еле найду, как заснуть. В этот момент я настраиваюсь на то, чтобы помечтать, что завтра я встану, что я что-нибудь изобрету, и я же понимаю, что опять мне кто-то позвонит, и опять мне не дадут ни выспаться, не дадут ни поработать. И если бы я не любил своего дела, то я бы давно с ума сошел. То я говорю о том, что не хватает, вот в том, что ты сейчас сказал, мне кажется, надо дополнить. Ты любишь свое дело, и поэтому все остальные методы, как инструменты, дополнительно ложатся и помогают тебе, твоему характеру, твоему творчеству. И мне помогают, потому что я люблю свою работу. И я, несмотря на вот эту непрерывную свою готовность, напряженность, неопределенность, изоляцию, я ведь всегда был первый. Я первым выводил из терактов, после терактов в Кизляре, Каспирске, в Бельсклане. Я первый создал модель невесомости. Я первый сделал то-то, то-то, то-то. Я первый сейчас в карантине и в изоляции. Я только это недавно понял, потому что как только у меня была операция на шее тяжеленная, мне пришлось сидеть все время в запертии, я не могу гулять. Я должен все время сидеть. Я счастлив. Счастлив именно потому, что у меня есть любимое дело, и я счастлив тому, что я теперь не трачу время, не летаю на конференции, не хожу по бабам, не пью водку, сижу и работаю, и получаю удовольствие. То есть я, несмотря на то, что я все время первый, потому что я сижу в изоляции до того, как начался карантин. Я сижу несколько лет в изоляции, на этом карантине, и в этой неопределенности, и постоянной задействованности. И при этом я счастлив, и поэтому я могу учить других, потому что они мне не верят, что я не могу пойти к ним в гости. Они мне не верят, что я могу приехать на конференцию, сделать доклад. Не верят, потому что я все время улыбаюсь, потому что я счастливый, энергичный человек, а потому что я занят любимым делом. И, конечно, я тоже делаю то, что ты говоришь. Я, когда ложусь спать, я настраиваюсь, что завтра будет хороший день. Но я потому уверен в этом, что будет хороший день, потому что я знаю, что я решу проблему. Или потому что я ночью рисовал немножко, а я знаю, что я утром посмотрю на свою картину. Вот, что я могу делать. Я знаю, что мне завтра позвонит еще кто-то из моих больных и скажет, доктор, я вам так благодарен. Да, и вот это для меня волшебное зеркало. Вот тогда эти все методы работают. И самонунушения, и установки, и сказать себе, завтра будет хороший день. Поэтому я всех призываю, чтобы каждый нашел себе любимое дело. И тогда все твои и мои советы начнут работать на полную катушку. Ну, к сожалению, вы же понимаете, что большинство все-таки у нас на всей планете, не только в нашей стране, к сожалению, вынуждены зарабатывать деньги и не могут похвастаться тем, что занимаются любимым делом. Потому что кто-то из великих даже говорил, что великое счастье заниматься своим любимым делом, еще за это деньги получать. Слушай, слушай, я тебе скажу, я тебе скажу. Если человек занимается любимым делом даже как досугом, как досугом, это уже дает такой эндорфин, такой смысл в жизни, что он легче выживает. А если он еще совершенствуется в своем любимом деле, он становится неповторим. А будучи неповторим, он становится необходим. И тогда к нему за этим обращаются. Да, надо найти свое любимое дело. Сначала это будет хобби, а потом вот сейчас падает весь бизнес, средний, маленький, вообще сейчас деньги трудно зарабатывать. Мне же тоже трудно зарабатывать деньги. Но я же как-то умудряюсь. Потому что когда все-таки ты занимаешься работой своей любимой, ты это как-то получается, что ты делаешь это хорошо, с душой. А когда человек делает дело с душой, он других людей притягивает. Вы правы. То есть у меня тоже фотография, это было как бы хобби с детства. А потом начинаешь все больше, больше узнавать. И становишься уже на уровне, достигаешь уровня профессионального. И потом уже зарабатываешь этим. Да не знаешь, что лучше. Ты меня понимаешь, да. Ты меня понимаешь, да. Ты меня понимаешь. Я хочу, чтобы таких примеров было больше. Чтобы таких, как мы, было примеров больше. И для больных, и для здоровых. И особенно для подростков и детей, чтобы они на этом учились. Поэтому у нас школа человек будущего. Так. Вопрос у меня возник, почему в основном мы этот ролик второй снимаем. То есть он такой, скажем так, касается вашей синхрогимнастики. То есть я заметил, ну в принципе это любой человек заметит. Ну вот если пятое упражнение не брать, вис как бы назад, да. То есть оно как бы такое искусственный стресс. Ну как, скажем, неприятное по сравнению с первыми тремя, да. Четырьмя упражнениями. Нужно же вызвать искусственно стресс как бы в себе. А это как бы человеку неприятно. Вот особенно если проблемы там в шее. То есть я его подну, как бы это упражнение показываю просто как факультативно. Вот первые три упражнения. То есть шалтай-болтай. То есть лыжник. Соответственно они все эти три упражнения. Ну приятно их делать просто. Это все с детства многие делали, да. То есть хлест руками по спине. То есть это легкие, приятные упражнения. И человеку легко отключиться и думать о своей проблеме. Не думать об упражнении. То есть оно автоматически получается. А вот четвертое упражнение, оно уже сложно-кордиционное. И вот многим даже показываешь шаг, потом мах ногой в одну сторону, руки в другую сторону. И людям это трудно. То есть им прям надо это, не знаю, неделю-две делать, чтобы привыкнуть. Ты имеешь в виду легкий танец? Да, да, легкий танец. Я имею в виду, что это уже сложное-кордиционное упражнение. Сейчас я завершу, просто договорю. То есть оно уже, скажем так, люди напрягаются. Они не могут отключиться, думать о своей проблеме. Они думают, как правильно выполнить это упражнение. Тем более в одну сторону нога. То есть это такое сложное упражнение. И вот у меня вопрос какой возник. Я вот когда там тоже тренирую людей, или где-то в походе, или на озере мы занимаемся, просто оздоровлением, скажем так. Я даю тоже сложное-кордиционное упражнение. Я даже сейчас покажу вам его. То есть, ну это ближе к боевым искусствам, скажем так. То есть оно такое упражнение развивающее, сложное-кордиционное. Такое же, как ваше. Оно очень похоже. То есть работает верхний ключевой пояс, руки и ноги, как бы независимо. Оно выглядит так, то есть удар ногой, удар руками. И вот я делаю синхронно как бы это упражнение. Ну у меня оно автоматически получается. А когда показываешь людям, потом другой ногой опять же. То есть вот у меня руки и ноги независимо. То есть я могу, сейчас я могу о своей проблеме думать, да, ролики. А у меня руки и ноги независимо. Нога бьет независимо, руки. То есть это сложное-кордиционное упражнение. Если его людям показывать, то естественно начинают путаться и нога не так, и рука не так. То есть оно похоже на четвертое ваше упражнение. И я для чего это упражнение даю? Для того, чтобы когда люди изучают что-то новое, а сложное-кордиционное упражнение-то новое, люди даже чем-то занимались, там, скажем, боксом, да, они ногами там как бы не умеют, скажем, плохо у них получается там. Или наоборот, там какие-то тейквондо ногами больше бьют, чем руками. Ну просто люди делают, тоже путаются в руках-ногах. Ну у них мозг начинает работать. Чтобы что-то новое изучить, появляются новые нейронные связи в мозгу. И, соответственно, мозг развивается. А человек, чем больше мозг развивается, тем становится умнее. И все остальное, он ловче становится. Все остальное у него легче дается. И работа, и бизнес, и творчество. То есть ради этого и дают эти сложные традиционные упражнения. И вот у меня вопрос хотелось задать. То есть для чего вот это четвертое упражнение вы включили? С такой же целью? Потому что людям трудно отключиться от проблем, они думают, как бы правильно шагнуть. На любую новизну, любое упражнение, которое человек не знает. Будь то простой хлест, будь то лыжник, будь то шалтай-болтай, или плавательное движение, или боксерское движение. Если человек его не знает вообще. Конечно, ему приходится его каким-то образом несколько раз повторять, вникать до степени автоматизма, пока навыки появятся. Конечно, то же самое и сложно координированные упражнения. Например, легкий танец. Конечно, там надо в этот момент, пока ты его разучиваешь, несколько раз повторяешь, что ты там внутри об этом думаешь. Ни о чём другом ты думать не можешь. Но после нескольких повторений ты его делаешь легко и свободно. Как и любая новая вещь. Но все приёмы синхрогимнастики, они основаны на инстинктивных действиях человека, и поэтому они легко выучиваются. То есть, когда он какое-то новое, вообще непонятное для себя упражнение, ему долго надо будет выучивать, пока навыки автоматизма появятся. А эти всё-таки, несмотря на то, что там это самое сложное упражнение, лёгкий танец, сложно координированное, это надо с одной точки выйти и в эту же точку вернуться. Сделав ещё и найдя ритм, когда раз, два, три, четыре, раз, два, три, чтобы легко было делать. Это уже довольно-таки сложно, но поэтому она и тренирует координацию, а упражнение, которое тренирует координацию, повышает стрессоустойчивость. Человек в жизни в каких-то ситуациях много сложных каких-то, он быстрее там находит ритм, как работу лучше выполнить. Да, да, но всё-таки это такое действительно, которое требует некоторого такого внимания. Я думаю, я научился сам делать это упражнение с лёгкостью автоматизма, ну где-то недельки через две я уже делал легко, и причём я так делал, что нога у меня взлетала. А я вот в Киев, когда приехал, особенно девочки, они так легко делали, как балерины. Раз, два, три, раз, два, три, прямо на занятии за 40 минут научались этому упражнению. А потом уже делает человек, уже думая о своих проблемах, не обращая внимания, как он это делает. Они не мешают потом, когда навыки уже есть. Потому что, ещё раз хочу повторить, потому что эти действия всей синхрогимнастики, по идее, в природном инстинктивном действии человека заложены, поэтому на них эти упражнения осознаны, когда он их выполняет, они развивают у него. Но некоторые из них, особенно вот это сложное координное упражнение, требуют внимания поначалу. Но быстро осваивает, зато оно тренирует вестибулярную систему. А ещё знаете, какая хитрость, чтобы вот это сложное упражнение научить? Первый этот реликоксик получается. Говорит, да мы с детства такое делали, особенно девочки, да? А вот это четвёртое, я говорю, а представьте, вы кошку, говорю, видели, когда она оттуда-нибудь прыгает или падает, у неё бывают ноги в одну сторону, а верхняя часть в другую, она сгибается. Вот, говорю, представьте, что тоже, как будто вы кошка. То есть у вас руки в одну сторону, нога в другую, и легче получается. А я говорю, найдите ритм, говорите себе раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И этот ритм помогает синхронизироваться. Правильно, любой образ, который ты привлекаешь, кошки падают там или ещё что-то. Вот мне Куклачёв говорил, который кошек тренирует. Он мне что интересное говорил? Он говорил, что кошку не заставишь ничего сделать. Я, говорит, номера, я готовлю не кошку к номеру, а номер кошки, говорит, готовлю. И когда он увидел вот это упражнение, он говорит, да, говорит, кошки некоторые из ваших упражнений сами делают. Действительно, это в природе есть, да. И сейчас я ещё хотел, то есть, сам показать упражнение одно. То есть, я это всё не выдумываю. Я это взял из книги, называется «Жить до ста лет». Её написал академик Никулин. То есть, там элементарно упражнение... Стой, стой, я тебе хочу одну секундочку. Сейчас, извини. И, спасибо, что напомнил, как раз упражнение «Лыжник», упражнение «Лыжник», основа этого упражнения, как раз-таки падать на свои пятки академика Никулина. Да, 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 я же от него... Я не хотел это упражнение показать. Да, 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 я от него взял. Там просто стоишь и падаешь на пятки. Да, не должно быть больше величинства, да, покажи. Вот я и хотел, то есть, люди просто не знают элементарное упражнение. То есть, оно, он его придумал, в принципе, для того, чтобы снять усталость. Он говорит, в течение дня это упражнение можно делать каждые два часа. Например, многие работают по офису, устают, у них застой, там, венозная кожа, там, в шейном отделе и так далее. А вот это упражнение, оно просто взбадает организм и совсем незаметно минуту всего делает. То есть, там нужно приподняться просто на 2 сантиметра, на пяточке приподнять над землей, стоять расслабленно, никакого напряжения, можно по вашему методу думать о своей проблеме и просто вниз бросать вот так в себя. То есть, стоишь и каждую секунду 30 раз делаешь. 30 секунд, 30 таких подъем вниз, подъем вниз. Если у кого-то проблемы там с позвоночником, естественно, не надо высоко так подниматься сильно, чтобы на той нагрузке не было. Слегонца вот так вот делать. Этим самым мы, как бы, принцип бутылки с водой наполнены. Если мы берем полную бутылку с водой и бьем ее на землю вниз, а вода идет вверх. Ну да, да, он же был герой с труда. Он же был механиком, он создавал моторы для истребителей. И он прекрасно знал, как работают вот эти все клапанные системы. Поэтому он изобрел это упражнение, великое упражнение для долголетия. И даже был случай, когда он там полюбил девушку молодую, он же был уже в возрасте мудром, его в ЗАГСе не расписывали. И он говорит, почему вы нас не расписываете? Мы любим друг друга. Они говорят, ну вы извините, но у вас возраст такой. И он тогда взял, человек, который это придумал и это делал, он взял и с полу запрыгнул на стол. А теперь, говорит, как? И они их расписали. Да, академик Миколин, ну что, это великий человек был, активное долголетие книжка. Так вот, и я когда это делал, ну я ленивый. Я не могу вот так несколько раз в день, по минуте, по две стоять и просто вот так падать на пятки. И я тогда придумал. Бросаешь руки вверх и бросаешь вниз, пятки сами поднимаются, и ты на них падаешь. Покажи, как можно сделать лыжника. Вот-вот то же самое получается, только это легче. Легче, да-да-да. А кому-то не подходит, делать наоборот. Руки вверх и пятки поднимаются. Я тоже людям говорил, что можно наоборот делать, но это как-то неестественно. Или в полунаклоне можно делать. Я начинал, мне так делала, говорит, ой, я попала в ритм, выходить оттуда не хочется. А я говорю, а кто вы по профессии? А она говорит, я спортсменка, я лыжница. Оказывается, поэтому она и лыжница, что это ей подходит, и она там, вот видишь, как профиль деятельности себе в жизни выбрала. Вы посмотрите, о каких-нибудь пулях упражнений. Чем хорошо, что на остановке, например, стоишь, ждешь автобуса, не будешь руками, люди не поймут, разбегутся как бы, и получается, что тут. А вот так стоять просто, особенно у нас зима, полгода. Поэтому метод-ключ, это не упражнение. Метод-ключ, это стратегические принципы и правила подбора индивидуальных приемов путем их перебора по критерию скорости и автоматизации начатого действия, то есть схождения в ритм. Поэтому много-много можно действий брать из любой физкультуры, из любой йоги, из любого цигу. Пробуйте на себе. То, что вам быстро подходит, значит, это ваше. А сам процесс перебора развивает творческую активность мозга, поисковую способность, интуицию. И во всех делах вы будете более успешны. И зарабатывать будете больше. А кто не верит, что эти упражнения, вроде простейшие, как-то там целую институту работают, там что-то сложное, там йогой много лет заниматься, да? Кто не верит, я вот такой, скажем, это реальный случай из жизни великого человека. Нильс Бор был такой физик. Ядерщик, ну, знаменитейший, да, уровня Эйнштейна, скажем так. Даже когда они дружили. И вот его спросили, типа, журналист к нему пришел домой и говорит, о, а у вас подкола, говорит, висит над входной дверью, подкола висит. Вы же атеист, вы же не верите. Неужели вы такой величайший физик и верите в подкол? Он говорит, знаете, верите вы или не верите, но считается, что подкола работает в любом случае. Поэтому верите вы, не верите в эти упражнения. Делайте, и сто процентов это будет работать у вас. А другой ученый, как я смотрел, к нему приходили в гости на дачу и говорят, вот все, говорит, делом занимаются, говорит, а ты тут сидишь какую-то физику пишешь, говорит, ты бы хоть научился чему-то. А он говорит, да я, говорит, умею, просто мне это неинтересно. А что ты, говорит, умеешь? Вот каждый из вас, который дверь дачи открывал, 30 литров воды мне в бочку накачал. Да, здорово. Спасибо тебе, Алексей, спасибо. Еще пять минут можно? Давай. Я тут запланировал еще как бы, ну, людям, скажем, я вот уже говорил, буквально сейчас начало телевидения еще скажу. Это очень важная вещь. То есть я в прошлой передаче, ну, я коротко сказал, все-таки чуть-чуть разверну на две минутки, о том, что лучший совет в жизни, который я слышал, это выбросить из-за телевизора. То есть тут смысл в чем? Что если вы прекращаете смотреть телевизор, это, кстати, относится к интернету, постоянно лазит на сайтах, серфит, какие-то новости смотреть, без них жить человек не может, вы просто проанализируете все новости, вот 99% это негатив. Если вы выключаете телевизор, стараетесь по минимуму эти новости смотреть, вы просто негатив в своей жизни выбрасываете. Потому что любая новость, посмотрите, там, ковид, пока заболело, сколько умерло, теракты, война, а это все негатив. А человек не может повлиять на эти мировые проблемы, и у него получается как бы комплекс неполноценности. Подсознательно он понимает, что он бессилен что-то изменить, и у него растет напряжение внутреннее, даже если он не ощущает этого. А когда растет напряжение, он становится раздражителем, нервом, у кого-то сон пропадает, ну, просто настроение плохое. Так вот, если исключить этот негатив из своей жизни, получается, если негатива меньше, то позитива у вас будет больше. Плюс времени у вас получится, сотни часов на изучение чего-нибудь интересного, метода ключ, языки изучать, профессию новую освоить. То есть это такое, получается, у вас счастье будет, если вот не смотреть этот негатив, а люди этого не понимают. Ты абсолютно прав. Вот я сейчас, например, каждую ночь, чтобы поднять себе настроение, или стихи пишу, или книгу дописываю, или включаю интернет, и ищу, ищу, как, например, прекрасно поют дети, как ангелы, или, например, как певица интересная поет, или певец. Я на этом отдыхаю душой, а когда дети поют, у меня прямо слезы текут, и я не стесняюсь. Я мужчина, я не стесняюсь, потому что это трогательно, значит, у меня есть сердце. Почему бы меня не всплакнуть? Ну, такие они прекрасные. Будем думать о наших детях, будем думать о наших будущих поколениях. Поэтому мы ведем школу человек будущего, чтобы они все это умели, знали, снимали у себя стрессы, использовали стрессы и настроения для того, чтобы решать свои проблемы. И несмотря, инвалид ты или неинвалид ты, чем бы ты ни занимался, чтобы ты всегда мог, вопреки всем обстоятельствам, быть человеком счастливым. Еще можно в завершении передачи, то есть расскажу, я сейчас читаю книгу Лао Цзи, то есть он жил 2600 лет назад, то есть, ну, это философ, известнейший, основатель даосизма, такой, можно сказать, религии, философии. Да, да, книга такая есть, Лао Цзи, да, да, да. Ну, она переводится, Дао Дэ Цзин Сэс, да, а как переводится, мало кто знает, а наиболее точный перевод это книга об истине и силе. И вот я хотел один участок прочитать, который прям, я прочитал его, ну, то есть, когда эту фразу, скажем так, ну, там, абзац я прочитаю, и понял, что он практически говорил о вас, о вашем методе. Вот это интересно, я думаю, никто вам этого не говорил, и вы сразу поймете, о чем речь, но я в конце как бы это, расшифрую, да, то есть, немножко, вот я сейчас прочитаю, то есть, это из этой книги. Мягкость преодолевает твердость, слабость преодолевает силу. Нужно учиться у воды повторять движения души в сердце, чтобы принимать все воздействия мира подобно воде, чтобы любые движения мира проходили через себя легко и беспрепятственно, не оставляя шрамов и следов. Ибо откуда взяться этим следам и ранам, если все принимается с любовью и чистотой помысла. И когда ты способен поддаваться, раздаваться и пропускать в свой себя все волны этого мира, ты становишься проницаемым и прозрачным. Тогда и появляется действительная мудрость, начиная править всеми твоими состояниями и движениями души. Мудрость состоит в том, чтобы уметь принять в себя любую грязь этого мира, подобно морю, преобразовать ее и очистить. И действия твои будут приносить людям пользу и радость. Мудрый человек видит все неблагоприятные знаки в стране, как направлены непосредственно к нему и для него. Он принимает эти сообщения своим сердцем и старается преобразовать их в радость, счастье и любовь. То есть, то, что вы говорите, что вам негатив приходит, звонят, отвлекают, и вы этот негатив преобразовываете в счастье, позитив. Я прямо это прочитал, говорю, это про вас практически. Конечно, я очень люблю Дао Дэ Цзин, Дао, Дао, это состояние, Дэ это путь. Конечно, то же самое, как и у буддизма, там у них состояние нирваны, а медитация это путь, и как у нас состояние нейтральное, снимающая стресс, выходишь на ноль, у тебя открывается твоя человечность, а путь ее, это наши приемы, подборы синхронизирующих. Здесь я еще хочу сказать из этой китайского эпоса, напоследок, что там же и сказано, если хочешь, чтобы человек был сыт, дай ему рыбу, а хочешь, чтобы он был сыт всегда, научи его ловить рыбу. Вот мы с тобой и учим сейчас всех. До встречи, обнимаю, успехов тебе, спасибо. И всем, друзья, успехов, до связи. Сегодня будет прекрасный день у всех. Да, и завтра тем более, завтра будет еще лучше. До встречи. До свидания.